Мы прилетели в Бордо, а сейчас мы поедем на автобусе в центр. Мы решили поехать на том, который идет час и стоит всего полтора евро. А есть еще какой-то быстрый, но он стоит 8 евро. Мы никуда не спешим, поэтому решили прокатиться за полтора. Мы пошли гулять по городу, оставили вещи в нашем отеле. И хочу вам сказать, что очень даже в хорошем месте расположен наш отель. Не совсем в центре, но буквально 15 минут до основных достоверенчательностей. Наш ужин в великолепном бестро. Что, ребят, приглашаю вас на прогулку по Бордо. Сегодня у нас будет первый полноценный день, которым мы посвятим знакомство историческим центрам этого города, который, кстати, входит в список наследия ЮНЕСКО. Ну что, путешествие начинается правильно, потому что я пришла на площадь, чтобы сделать фотографию церкви святого Михаила. А за мной, видите, рынок. Рынок и Мила — это две вещи в путешествиях, которые не могут существовать друг без друга. Филиппа попросил меня зайти в воду, поэтому я не могу ему отказать, потому что я пошла в парк. Смотрите, какая классная упаковка. Мы купили две вот этих сладости. Вкусно! Это напоминает наше безе, только сверху такая основа хрустящая, а внутри как раз само безе. Очень-очень вкусно, наверное, очень калорийно, но один раз можно. Тем более впереди у нас целый день прогулок. Советую. Субтитры подогнал «Симон»! Позади меня расположен необычный книжный магазин в Бордо. Он знаменит тем, что здесь на книгах сотрудники оставляют заметки о прочитанном, и таким образом все, кто придут, могут уже иметь представление, стоит покупать эту книгу или нет. В Бордо сегодня забастовка транспорта, а нам об этом не сказали. В итоге вот мы идем пешком, кстати, на набережной очень много видится, и как много разных кафешек, ресторанов. Продолжение следует... Мы вернулись в центр, из музея. Мы сейчас присели в один бар, потому что у нас просто уже нет сил. Наш оператив. Мы взяли в инстанцию сыра и по бокалам вина Бордо. История о том, как мы остались без ужина в Бордо. Это, конечно, ребята, я такого первый раз встречаю, но сейчас я вам расскажу, и, может быть, вы с таким сталкивались, но я впервые. Выпив оператив, отправились в сторону нашего отеля, чтобы быстро поужинать. И время было, ну, где-то там около 7, и мы решили зайти в тот ресторан, в то бестро, в котором мы были вчера. Заходим, дверь открыта. Ну, людей нет, я говорю, Филипп, ну, наверное, они не работают. Он говорит, ну, сейчас мы спросим, может быть, мы пока они открываются, выпьем оператив. Просто в Италии действительно мы обычно так... Выходишь в ресторан, если дверь открыта, заходишь, говоришь, ну, слушайте, давайте пока вы там открываетесь, мы хотя бы оператив выпьем. Они такие, да, конечно, и, в общем-то, начинают ребята зарабатывать до официального, так скажем, открытия своего места. Нам ответили так, как будто перед ними стояли два каких-то бомжа, хотя эти бомжи до этого сидели и ели за день до этого и устрицы, и мясо, и, в общем-то, без проблем все заказывали и еще-то платили. Ну, в общем, это было мега неприятно, и потом мы еще в два места зашли, причем такая странность. Двери открыты, но ресторан не работает, и, в принципе, ну, не пускают они. Мы прощаемся с Бордо, и сейчас выезжаем в Тулузу, и наш автобус задерживается на полчаса. Мы уже в автобусе, и из Бордо выезжаем в Тулузу, едем на автобусах компании Фликсбасс, и билет обошелся на 4,99 евро на одного человека из Бордо в Тулузу. Ехать где-то, наверное, около трех часов, но я точное время напишу здесь внизу. Автобусы классные, здесь даже есть место для зарядки. Что, вот и знаменитая кассуле. Надеюсь, что я делаю правильно, в акцент, но я заказала на рутку утиной. Субтитры создавал DimaTorzok Обратите внимание, как здорово сделали. Вот видите, это прогулочная дорожка поверх стены, вот это, и можно дойти до следующего моста, который считается самым древним мостом в Тулузе. Кстати, в Тулузе, но я думаю, наверное, во многих городах Франции в понедельник утром все закрыто, точно так же, как в Италии. Поэтому я всегда всем говорю не планировать путешествия, чтобы попадал в понедельник, но вот у нас не получилось, и мы гуляем. Но какие-то блочные открыты, конечно, вот магазинчик закрыт. Поэтому имейте в виду, если получится, старайтесь бронировать путешествия на любой день вне понедельника. Если вы будете искать информацию о Тулузе, то обязательно увидите, что Тулузу называют розовым городом. За счет того, что многие постройки здесь из красного кирпича, наверное, по видео вы уже заметили, красный цвет здесь доминирует, но вот называют ее больше не красной, а именно розовой. Может быть, это связано с какими-то периодами дня, может быть, на закате город становится розовым, не знаю. Если мы сегодня успеем, то увидим, но боюсь, что, наверное, мы не успеем. А еще в Тулузе родился знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери, и поэтому во многих книжных магазинах вы можете найти очень красивое издание «Маленького принца». Поэтому, если вы любите это произведение и владеете французским языком, то, наверное, на языке оригинала это произведение лучше всего и прочитать. Сейчас мы пришли к зданию, которое когда-то был отелем, а сейчас здесь располагается картина-галерея. И это здание является одним из лучших памятников эпохи Возрождения во Франции. Так что смотрите дальше, сейчас я вам покажу все. Субтитры создавал DimaTorzok Я наконец-то нашла дом своей мечты во Франции, потому что у меня практически в каждой стране есть дом мечты, как мне кажется. И вот именно мне нужен второй этаж с этим балкончиком. И, пожалуй, еще вот этот дом. Мне очень понравился. Смотрите, в башне сделали апартаменты. Реакция итальянца на очередь. Филипп увидел очередь в одну булочную. И сразу же остановился. Но это действительно в Италии так. Если вы видите очередь, то, значит, надо обязательно зайти в это место. Дальше так. Дальше так. Дальше так. Продолжение следует... Ну, что я говорила про понедельник, вот так мы не попали в самую красивую церковь доминиканцев в Европе. Ну, насчет самой я, конечно, всегда говорю, надо делать огромную скидку, потому что каждый день это делал на себя. Но церковь должна быть очень красивой, вот позади меня вы видите фотографии. Вот поэтому знайте, если что, она открыта со вторника по воскресенье с 10 до 6, а понедельник не работает. Ну, что поделать, придется вернуться в Тулузу, прекрасный повод. Вещь, которая меня всегда поражает, это когда в небольших городах, ну, например, как в Тулузу, есть метро и даже не одна станция, а целых три. Представляете? Сейчас мы поедем на метро в аэропорт. Представляете, билеты до аэропорта стоят столько же, сколько обычная поездка на метро. Один евро семьдесят, и причем мы долго не могли понять, как нам этот билет купить. В итоге подошел сотрудник, все, он нам помог купить, еще и проводил, все объяснил. В аэропорт мы доехали за 35 минут на трамвая. Хочу сказать, что аэропорт Уузу весьма странный, потому что здесь кафе закрыто, работает только одно, но дьюти-фри есть, поэтому знаете об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok